всем привет в этом видео мы с вами поговорим о том как перенести рисунок на одежду для переноса рисунка на ткань нам понадобится копировальная бумага карандаш кисти ножницы скотч чтобы зафиксировать изображение и дальше стандартные материалы краски маркеры медиум если вам это нужно палитра и емкость где вы будете промывать кисти ну и конечно сам непосредственно объект который мы будем расписывать у меня это шорты в первую очередь вам нужно найти в интернете изображение которое вы хотите нанести на одежду я нашла на пинтересте иллюстрацию марии куракиной ссылку на эту иллюстрацию я прикреплю в описании к этому видео не берите сложные рисунки не берите рисунки в которых присутствует много деталей после того как вы определились с рисунком распечатайте его и вырежьте ножницами не забывайте подложить твердые предметы под одежду которую вы будете расписывать это делается чтобы краска не просочилась на другую сторону и чтобы вам было комфортно работать у меня к сожалению планшет не подходит для шорт я поэтому взяла книгу не переживайте книга в порядке и помните о том что мы обязательно оборачиваем в пищевую пленку или пакет доску картон который мы укладываем под одежду если в изделии есть карманы карманы защищайте тоже подложите туда небольшую картонинку но обязательно обернутый в целлофановый пакет я так часто повторяю информацию чтобы вы ее уж наверняка запомнили и не допускали самых распространенных ошибок я удобства копировальную бумагу стоит обрезать под размер вашего изображения и сейчас как раз в этом видео уроке я вам покажу как делать подложку подложка это белый слой краски который специально кладется на одежду на цветную одежду чтобы последующие цвета которые вы будете носить у вас смотрелись ярче так у меня шорты такого мятного бирюзового цвета сейчас мы будем делать подложку мы размещаем изображение в нужной части одежды аккуратно обводим его карандашом карандаш можно использовать в принципе любой но лучше всего по одежде работать по ткани работать мягким карандашом после того как вы обвели рисунок начинаем закрашивать его по контуру белой краской тонким слоем еще раз обращаю ваше внимание что краской мы не рисуем в привычном понимании окраску мы как бы убиваем усилием кисти в текстуру если нужно чуть-чуть смачивайте есть водой но не переусердьте после того как мы закрасим всю поверхность слоем белой краски оставляем ее просохнуть в среднем вам потребуется от 5 минут до 2 часов все зависит того насколько толстый слой краски вы накладывали и от того насколько часто вы смачивали кисть водой если есть возможность я рекомендую оставить слой краски для высыхания на ночь когда мы убедились в том что краска уже высохла проверить это достаточно просто просто приложите ладошку краски если следов не остается значит краска полностью высохла так вот после того наша краска высохла приступаем к переводу рисунка на ткань для этого не обязательно но желательно чтобы вам было удобно обрезать по контуру копировальную бумагу далее фиксируем изображение некоторых местах скотчем чтобы она у вас если что не поехала и начинаем переводить рисунок также хочу отметить что копировальную бумагу мы кладем блестящей стороной вниз после того как рисунок переведен на ткань начинаем раскрашивать его как раскраску в детстве вспоминаем свои детские школьные годы вспоминаем раскраски которые у нас были в детстве и начинаем рисовать вы можете повторить рисунок который вас вдохновил либо заменить цвета на который вам нравится технология такая же если это краски liquitex смешиваем их один к одному с медиумом если это краски decola либо какого-то другого бренда следуем согласно их инструкции краски decola ни с чем смешивать не нужно просто сразу же наносим на ткань кстати следующем видео я вам покажу роспись на примере красок decola роспись стоит начинает самых объемных самых обширных участков я не самый аккуратный человек в рисовании поэтому здесь конечно же есть неровные линии и к счастью у меня есть маркер для ткани вот именно для таких случаев когда мне нужно нарисовать волосы ресницы девушки какие-то тонкие детали которые кистью не было бы делать очень сложно если у вас изделие светло то вы сразу же можете переводить рисунок при помощи копировальной бумаги если у вас темное изделие то лучше сначала сделать подложку подложка это белый слой краски который покрывает все изображение у меня получилось не самая аккуратная работа но эти шорты я использовала чисто для учебного материала и ходить скорее всего я в них буду дома вот у меня получился такая любовь с искусством девушка которая целует арт кстати если у вас появляются какие-то вопросы в ходе обучения не стесняйтесь их писать в комментариях ниже обратная связь для меня очень важно всем хорошего дня увидимся в следующем уроке